Электрокардиограмма, которая идет в реальном режиме времени, частота сердечных сокращений, идет плетизмограмма, то есть пульсация периферических сосудов. В реальном времени анестезиолог оценивает состояние пациента. Любое изменение в организме врач увидит на специальных аппаратах. Особенно важно контролировать дыхание, потому что хирургическое вмешательство проводится с помощью искусственной вентиляции легких. Количество кислорода на вдыхаемой линии, что говорит о безопасности. Почему? Мы все знаем, что в воздухе 21% кислорода. При снижении концентрации кислорода этот прибор, этот монитор нам достигнул. И врач сможет изменить подачу медикаментов или кислорода. Сегодня хирурги уменьшают желудок пациенту. Вес мужчины около 150 килограммов. Диетами здоровье уже не спасешь. Это плановая операция, поэтому анестезиолог начал работать с больным за сутки до вмешательства. В случае экстренных операций работать приходится совсем по-другому. Практически с колес доставляют больного, который зачастую неизвестен, ни его ананас, то есть чем он болел, ни его сопутствующая патология. Это сразу же столкновение с пациентом, которого больше, так скажем, х неизвестных, нежели его, чем у планового больного. В областной больнице номер 3 ежедневно проводят около 70 операций. Все под контролем анестезиологов. В клинике работает 26 специалистов по наркозам. Наша работа, прежде всего, это безопасность пациента и второе удобство работы хирургом. Чтобы он не отвлекался на состояние пациента, а был сконцентрирован на проведении операции, так сказать, на технической ее составляющей. А все остальное это в руках анестезиолога. Отделение анестезиологии областной больницы номер 3 сегодня отмечает юбилей. Ровно 40 лет назад здесь провели первую операцию под контролем реаниматологов. С тех пор на счету у врачей сотни тысяч спасенных жизней и благодарных пациентов.